День учащихся Климович более 30 лет преподает здесь русский язык и литературу. Постоянные тренировки, сборы, соревнования. По ее словам, напряженный график учащихся приходится учитывать. Консультации во внеурочное время и дополнительные занятия – это норма. В помощи ребятам не отказывают. Радеет Наталья Климович не только за знания, не меньше переживает и за успехи и неудачи на спортивном поприще. Я классный руководитель практически на протяжении 30 лет. У меня всегда есть свой класс. Я очень переживаю за своих детей и всегда радуюсь их победам, всегда огорчаюсь вместе с ними и желаю им, конечно, спортивных достижений. Минувшие пять лет стали важной вехой в развитии училища Олимпийского резерва. В 2016 филиала в Мозере появилась собственная многофункциональная спортивная база. В 2020 прорыв произошел и в Гомеле. После длительной реконструкции открылся спортивный комплекс с бассейном на улице Портовой. Объект находится недалеко от училища, что позволяет экономить время на передвижении по городу и оптимизировать тренировочный процесс. К тому же больше времени появляется на отдых. Под крышей этого комплекса полноценную подготовку ведут пятиборцы. База позволяет тренировать три вида из пяти, не выходя из здания. Хороший комплекс. У нас был, занимались до этого в дворце нахидоспорта. То есть там тоже хорошо было, но здесь не лучше. Очень комфортно. Это время. Экономить очень сильно времени. То есть за два часа мы успеем сделать два вида. Два часа утром, два часа вечером четыре вида за один день. В нынешней эпидемиологической ситуации обнаружился еще один плюс. Особенно сейчас, когда пандемия, даже не надо так часто ездить в общественном транспорте. Тоже я так анализирую, дети стали меньше болеть. Потому что у нас же в пятиборе отплавали там около ледового дворца. И через весь город в столовую, потом на учебу. Очень удобно. Тренировочная база, квалифицированные наставники, обучение, проживание, питание, медицинское обслуживание. Сегодня в Гомельском училище Олимпийского резерва и Мозырском филиале созданы все условия. Юным спортсменам остается только трудиться и идти к поставленным целям. На примеров спортивного успеха множество. Нашим учащимся есть на кого равняться. Потому что практически все те медали олимпийские, которые были завоеваны, они являются вот эти выпускники. Они учились здесь, в таких же условиях. А здесь созданы условия, ну просто великолепные. Своя столовая, свое общежитие, питание пятиразовое, форма, международные соревнования, выезд. То есть цель, вот, значит, те ребята, которые пришли сюда, а мы отбираем, вот, наиболее талантливые, для них создаются все условия. Перед ними стоит цель, пожалуйста, учитесь, работайте, получайте стипендии, вот, и тренируйтесь и показывайте результаты. Гордость Гомельского областного училища Олимпийского резерва. На этом стенде фотографии тех воспитанников, которые сумели подняться на Олимпийский пьедестал. Первым стал Николай Киров. В Москве в 1980 году он выиграл в бронзу в забеге на 800 метров. С Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году воспитанники училища привезли награды в борьбе вольной, борьбе греко-римской и гребле на байдарках Эканоя. Учреждение надеется, что по итогам Токийской Олимпиады фотографий на этом стенде прибавится. Максим Савин, Игорь Морищенко, Новости недели. Новости недели.